Нет, 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 да, вот, а вот, все. Ну, гуленька вылезла меня, гуля, гуля, гуля. Ой, какая хорошенькая, а? Да красноголовая. Снесла на яичку, да? Ну, это тоже кефилак не подвигается. Ну, ладно, пусть так. Перед кефилаком Enter попробовать, нажать надо. Передний Enter. Ток. 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии к толкованию фефилакта. Игнатий Лапкин, часть третья. Толкование на Матфея 5,8. Как зеркало тогда отражает образы, когда чисто, так может созерцать Бога и разуметь Писание только чистая душа. Комментарий Игнатия Лапкина. Здесь взаимосвязь. При чистой жизни Бог открывает смысл Священного Писания. А усвоение Писания делает жизнь еще более чистой и побуждает к ревности и подвигу о Христе. Толкование на Матфея 5,13. «Посему не оставляйте горьких обличений, хотя бы ненавидели и стали гнать вас. Если учитель потеряет ум, то есть если не будет учить, обличать и исправлять и разлиниться, то чем исправиться, он должен быть лишен учительского сана и подвергнут презрению». Комментарий Игнатия Лапкина. «Горькими обличениями называется то, что причиняет горесть, обиду, затрагивает оскорбленное самолюбие. Не случайно Слово Божие называется мечом обоюдоострым, которым можно и рассекать, и поразить самого себя». В Откровении Иоанна Богослова говорится «Елея же и вина не повреждай». Глава 6, 6 стих. «Елеем» называется то слово, которое умягчает кротость увещаний. Винов же называется строгость обличений. Проповедующий, решившийся нести Слово Божие, не должен повреждать свойства Слова Божие, взирая на лица. То есть в большинстве случаев обличительные и грозные слова говорят к нежестоящим, а к вышестоящим, имеющим власть, говорят слова ласкательства. «Говорить обличительное слово по отношению к имеющему власть умерщвлять?» Кто способен на это? Библия показывает нам такие героев веры, бесстрашных обличителей. Пророк Илья, пророк Иеремия, первомученик Стефан, апостол Павел. Жития святых показывает нам много подобных примеров, как Иоанн Златоуст, Феодор Студит, Максим Исповедник, Исааки Далмацкий, Митрополит Филипп. Нас более всего интересует обличительное слово к правителям России. И здесь мы можем задать вопросы. Почему церковь была так бедна бесстрашными обличителями в адрес царей, патриархов, епископов? Громили тех, против кого шла государственная власть. Говорили об общем низком духовном уровне. Но чтобы конкретно к царям, как Иоанн Златоуст против Евдоксии, как Илья против Ахава, этого не было никогда. Почему? Блаженный Фефилакт обращается не только к стоящим за церковной кафедрой, но ко всем вообще. Не оставляйте горьких обличений, хотя бы ненавидели и стали гнать вас. Более всего, конечно же, это касается священнослужителей. Разве патриарх не видит, что сделали правители и гривители со всем народом? Как обокрали его? Как уничтожается нравственность? Почему ни в одной речи он не обречает президента, правительства, епископов? Если учитель потеряет ум, то есть если не будет учить, обличать и исправлять и разлениться, то чем исправиться? Если нет обличения, значит невозможно ждать и исправления. Златоуст называет обличения скайпелем хирурга, прижиганием, отсечением. Оставляющие горькие обличения обрекают не только свою паству, но и всю страну нагниения. И как потерявшие ум заботятся о каких-то диссертациях, богословских званиях. Где эти уроки обличения для семинаристов? В какой предмет они заложены? Чтобы обличать и исправлять кого-то, нужно знать отступление того, кого обличаешь, и в чем он отступает от заповедей Божьих. Это изречение феофилакта должно быть сегодня вывешено в виде плаката во всех храмах. Не оставляйте горьких обличений, если учитель потеряет ум, то есть если не будет учить, обличать и исправлять, и разлениться, то чем исправиться? Толкование на Матфея 5.34-37. Знай, что в то время божьба не составляла худого дела, но божиться после Христа есть дело уже худое, подобно как обрезываться и вообще иудействовать. Комментарий Игнатия Лапкина. Царская Россия именовалась православным государством, но несмотря на это принуждала всех своих подданных, и православных, и неправославных к клятве при поступлении на военную и гражданскую службу, так как присяга была не просто торжественным обещанием, но в ней присутствовали слова «клянусь, клянусь, клянусь». В связи с этим православные богословы вынуждены были оправдывать такие противоевангельские поступки, говоря, что запрещается только клятва ложная. Такие объяснения мы можем увидеть и про Туэрея Григория Дьяченко, и у архаепископа Аверкия Таушева, и у других. Однако вот что говорят об этом святые отцы. «Клятва вообще запрещается, тем более достойна осуждения клятва, данная в зловом деле». Святитель Василий Великий. «Весьма плохо и давать клятву, и требовать ее, в обоих случаях оскорбляешь правду. Как избежать клятвы? Приобретем такие нравы, которые бы внушали доверие. Избегай всякой клятвы. Но чем же утвердить других? Что-то-то... Словом и жизнью... Не утвердить, а уверить, уверить. Благодарю. «Избегай всякой клятвы, но чем же уверить других?» Словом и жизнью, удостоверяющей в слове. «Сделай, чтобы посредником твоим были твои добрые нравы». Святитель Григорий Богослов. «Соглашайся, лучше понести ущерб, чем дать клятву, преподобный Ефрем Сирин. Поистине, если клясться делать дьявольское, то какому наказанию подвернет нас преступление клятв?» «Я же, как этот грех клятва, потому что не кажется тяжким, потому я и боюсь его, что никто не боится его, потому это болезнь и неизлечимо, что она не считается болезнью». «Бог угрожает разрушить дома клянущихся, чтобы этим наказанием сделать других более благоразумными, принуждающий к клятве еще неизбежнее, чем тот, кто клянется подвергнется наказанию, равно как и тот, кто клянется, когда никто не требует. Если кто не желает прекратить клятвы, то я запрещаю такому человеку приступать порог церковный». Клятва «Поистине есть сеть сатанинская. Освободимся от этой сети, убоимся заповеди Господа, приучим себя к лучшему, чтобы, простираясь вперед и исполнив эту и прочие заповеди, сподобиться благ обещанных любящим его. «Клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме пренебрежения к имени Божию. Умоляю вас, помните об усекновенной главе Иоанна. Она как бы говорит, «Ненавидьте моего убийцу клятву». Святитель Иоанн Златоуст. «Дает ли кто верную клятву или нарушает свою клятву, подвергается наказанию. Поэтому избегай клясться и несправедливо и справедливо», преподобный Нил Синайский. «Не клясться значит и не требовать клятвы. Ибо если не хочешь сам клятся, то и от других не потребуешь клятвы по следующим двум причинам. Вопрошающий или стоит в истине, или напротив того лжет. Если человеку обычно стоять в истине, то без сомнения он и до клятвы говорит истину. А если он лжец, то лжет и поклявшись. Преподобный Исидор Пелусиот. Тема более недопустима никакая клятва или присяга безбожному светскому государству». Ужасно просто. Ужасно. В каком состоянии? Утолкование на Матфея 9.37-38. «Жатву называет народ, требующий попечения, а делателями – тех, которые должны учить, но которых тогда не было в Израиле». Комментарий Игнатия Лапкина. «Говоря о своих современниках, Иоанн Златоуст замечает, 12 апостолов заквасили евангельской проповедью весь мир, всю Вселенную. Сознайтесь же, насколько худы мы, что если нас столь много, а город почти весь неверующий. Вопрос о делателях встал с первого дня, но так и не разрешился до ныне. При жизни Христа это имело объяснение, потому что Дух Святой еще не сходил на землю. Но со дня Пятидесятницы, и особенно с начала гонений в Иерусалиме, проповедь о Христе, благая весть о спасении дарованным Богом, как пожар, разрасталась не только в Иерусалиме, но и во всей Римской империи. Деяние 8.4. Проповедь о Христе включает в себя признание каждого самим себя грешникам, погибшим бесповоротно и навсегда. Человека нельзя исправить никакими таинствами, требами и богослужениями, и никакими святынями. Истинные делатели на Ниве Господней всю свою проповедь иногда сжимают до трех слов. Марка 1.15. Покайтесь и веруйте в Евангелие. 1 Иоанна 4.8. Бог есть любовь. В более расширенном варианте это звучит так. Римлянам 5.8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ефесянам 5.14. Посему сказано, стань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Иван Глядана 3.16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Его не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым наближало бы нам спастись. Все эти стихи из священного писания нужно выучить наизусть и знать их полное растолкование. Каждого из этих стихов достаточно делателю на Ниве Божьей, чтобы успешно сжать пшеницу и бороться с плевелами. Житие святого евангелиста Марка должно побуждать архиереев решительно и быстро находить достойных для рукоположения. Горе, когда вместо пастыря будет волк-наемник. Если пастырь сам не родится свыше, не руководим Духом Христовым, кого он может привести ко Христу? Вся деятельность апостолов заключалась исключительно в проповеди, в соделывании святых из грешников, чтобы из волков получились овцы, из Савла Павел. Об этой нужде церкви должен молиться каждый, принявший Христа в свое сердце. Если душа не возродилась от Духа Святого, не имела личной встречи со Христом, то никакие семинарии, академии, рукоположения ничего не дадут. И чем выше такой будет подниматься по иерархической лестнице, тем более будет возноситься умом, переполняться тщеславием, интеллигентским снобизмом, всезнанием. А нужно только одно – любить Бога, любить людей. Кто не проповедует о Христе, об этой небесной амнистии грешникам, тот не любит Христа и благую весть. Быть делателем на Ниве Господней – это небесное призвание уже в звании оглашенного. Исцеленный Христом бесноватый тут же отправился в город и возвестил всем, что он здрав. А свиньи утонули, погибли. Господи Иисусе Христе, сжалься над несчастной Россией. Тысячу лет она уже взывает к тебе в лице святых своих, избранных твоих. Господи, вышли истинных служителей, любящих Слово Твое, и чтобы выше проповеди ничто не стояло в их жизни и в нашей. Пробуди пастырей, чтобы они искали тебя, Слово Твоего, чтобы не внешний блеск, ритуал богослужения, а живая проповедь на родном русском языке обращали людей к тебе. Вышли истинных делателей на Ниву Твою. Толкование на Матфея 10.9.10 Будете питаться от учеников своих. Они обязаны доставлять вам это, как делателям. Комментарий Игнатия Лапкина. Феофилакт пишет, что учителя будут получать от учеников за свои труды. Но сейчас, так как учителя, священники не учат, и ученики, то есть православные прихожане, добровольно десятину и пожертвования не несут, то учителя, чтобы прокормиться, вынуждены продавать то, что получили даром – благодать. И требуют деньги за таинство требы молитвы. Прихожане вынуждены выкладывать эти деньги, часто немалые, потому что у священников в этом вопросе полное монополие. Впрочем, прихожанам такие торговые отношения нравятся, так как заплатив, ты больше ничем не обязан ни попу, ни церкви, ни Богу. Этот грех торговли благодатью называется симонией, и за ним следует отлучение от церкви. 23 правило 6 Вселенского Собора и правила 44 и 45 Стоглавого Собора. Комментарий на Матфея 10, 32, 33. В самом начале, еще на подходе к созданию церкви, Христос ставит непременное условие спасения проповедь. Ни молчание, ни монашество, ни богослужение, ни самоуглубление, хотя все это появится и сыграет свою положительную и отрицательную роль. Христос говорит притчу о Сеятеле, Лука 8, 5. Вышел Сеятель Сеять. Великим Сеятелем является Иисус Назариним. К подражанию, к следованию за Собой Он призывает всех Своих учеников. Этот принцип Сеяния является основным признаком того, что душа возродилась во Христе Иисусе и в ней отобразился Христос. Филиппийцам 2, 5. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Воскресший Иисус ищет деятельные души, которые подчиняются Ему во всем и всюду следуют за Ним как за пастырем. В дальнейшем, особенно в IV веке, с момента провозглашения христианства о государственной религии, когда не десятки и не тысячи, а миллионы номинальных христиан заполнят церковь, искренне желающие спастись, увидят в этом гибель, невозможность исполнять заповеданное Христом и находиться в этой обмерщенной церкви. И они побегут в пустыне, будут образовывать монастыри, писать свои уставы, почти не сверяясь, не согласовываясь с Евангелием. Начнется самоуглубление, будут измыслены всевозможные подвиги, борьба с плотью и будут в этом деле свои чемпионы, такие как Паисий Великий, Антоний Великий. В дальнейшем счет пойдет не на десятки, а на миллионы отшельников и монахов, которые за всю жизнь ни разу не держали в руках Библию. Они скрывались за этими монастырскими стенами навсегда, скрываясь от мира, ходили на исповедь ежедневно, открывая свои помышления руководителям старцев. Все здесь, как и в житии Марии Египетской, поражает воображение, сила их духа, подвига. Но во всем этом нет ничего не только евангельского, но есть прямо противоевангельское. Спаситель заповедовал идти в мир, а не прятаться от мира. Евангелие от Иоанна 17, 15 Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Движение души, потянувшееся к Богу, может быть спасительным только тогда, когда эта душа свой путь будет сверять с кровавыми следами Спасителя. Церковь Христа – это гостиница, но не тюрьма. Человек, привезенный в гостиницу добрым самарянином, имеет свой дом знакомых, к которым, конечно же, он и возвратился после излечения. Израненная грехами душа, признав себя погибшей, уверовав в искупительную заместительную жертву голговского страдальца, принимает его в своё сердце. И Господь берёт грехи этого человека на себя и умирает за них на кресте и омывает их своей причистой кровью. Получив прощение грехов во святом крещении, этот человек благословляется Иисусом на труд в этом погибшем мире. Он не замыкается в стенах церкви и монастыря. Это противоестественный, антиевангельский путь. Он обязан, почувствуя любви к ближним, подобным себе, исповедовать Христа как агнца, как Пасху новую. Он должен выйти на пажель, как самарянка, пошедшая от Христа в город, как исцелённый бесноватый. В Англии это Анна 10.9. «Я есть дверь, кто войдёт мною, тот спасётся, и войдёт, и выйдет, и пажить найдёт». Перечитайте несколько раз этот стих. «Рассуждая от обратного, мы услышим такое звучание, что если человек, вошедший в церковь, не выйдет на проповедь о распятом и воскрешем Спасителе, не будет искать эту пажель, то есть души, над которыми он должен трудиться, он не спасётся». «Вошедший Христом в церковь и замкнувшийся в монастырских стенах, не исповедующий Иисуса Спасителем, обещанным Иеговой, Мессией, не спасётся». 1 Иоанна 4.15. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Апостол Павел умолял последователей Христовых смотреть на опыт тех, кто следовал за Иисусом, дабы эти люди были покорны словам Евангелия, которые они приняли всем сердцем и исповедуют перед всеми, что это их светильник и руководство в жизни. 2 Коринфянам 9.13. «Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми». Христос ставит непременные условия исповедовать имя Его перед теми, кому мы будем иметь доступ. Он обещает победу своим верным служителям, обещает и то, что Он Сам исповедует таких перед всей Вселенной в судный день, что это Его верные последователи, которые шли за Ним, куда бы Он их ни повел. Откровение 3.5. «Побеждающий обречется в белой одежде и не изглажу имени Его из книги жизни и исповедую имя Его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его». Исповедовать значит свидетельствовать о любви Божией, освящая мрак этой жизни. 1 Фессалоникийцам 1.8. «Ибо от вас понеслось Слово Господнее не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. То, что сегодня называют православием, прийти, помолиться и снова молча заниматься своими делами, даже своей душою никому не свидетельствуя о пришедшем Мессии, о Его скором возвращении на землю. Такой веры первые христиане не знали. И такая вера в языческом окружении сгинула бы в первом столетии. Произошла страшная подмена Евангелия вымыслами человеческим, которые преподносятся в обложке святости. Но возрожденная душа скинет с себя эти вериги и воскликнет. Псалом 118.113. «Вывыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Истинное православие – это жизнь во Христе по Евангелию с непрестанным исповеданием Спасителя Своего. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас, я сейчас скажу. Сергей, ты время на это не трать. Я не про это говорил. А ты как-то на бумажке помещай, когда начинаешь. Новый ролик. Матфея, такая-то глава, стих. И когда закончил, рядом тире. А потом скинешь и все. И потом внизу подставим. Когда я буду делать? Вы же говорили, чтобы и на ролике тоже было видно. Ну, на ролике... Ладно, тогда. И уже будет видно, какая часть. Потому что мне-то, когда их обрабатываются, тоже это бы неплохо. Вот тогда ты вот это, которое пишешь, куда-то отдельно сними, чтобы тебе не писать больше-то. И сразу раз скопировал, поставил. Только разные места писания подставишь. И все. Тогда ты тоже хорошо сделаешь. Я-то думал, внизу подписывать, когда буду ставить, какие места. Я-то не слежу за этим. Ну, ладно, смотри сам. Нам места... Что эти места-то нам дадут-то? Просто по частям он весь новый зальет. Ну, ты помещай себе все время. А то следующая часть, может быть, опять четвертая или шестая. Цифры нарисуй, зачеркивай карандашиком. Раз, следующее. А вот эти вот места-то принципиально писать в названиях или не обязательно? Матфея 10 вот это. Вот это Матфея. Вот это я про это и говорил. Потому что люди будут искать комментарии именно на местописание. Я думал, что если ты пометишь, а потом скинешь. А я когда буду уже оформлять все, и внизу буду сразу делать скидку. Как сейчас мне вот там недоступили, как фамилия его сейчас, Андрей. Содержание каждого собрания. По минутам. Так и здесь. Это хорошо, вот это скопируешься. А внизу-то вот Матфея такая-то. И с чем заканчивается? Ты сейчас не знаешь сам, и я не знаю, на сколько хватит. Да. Концовку записывай. Ну, это тогда только в названии, потом подписывай. Ну да, я так и сделаю. Хорошо это все. А вот это скопируй и вставляй перед каждым. Только слово «часть» тут цифру менять. Красным все у тебя очень хорошо. А только одну цифру пиши заднюю, с чем закончится эта часть четвертая. А первую-то тут сразу я найду ее. А лучше, конечно, если бы две было рядом скопировать. А то включать тут мне неудобно. Тронул ты большой. Я даже не ожидал, так получится тут. Ой-ой-ой. Но это теперь ссылки делать. Попы меня разорвут на счастье. Если еще со мной случится... Мало ли. Со мной случится что? Ну, мало ли что случится-то по умышлениям. А они тут будут с водосвятием молебном по всей стране благодарственные служить. Так думаю. Даже вот Чаплин отошел, и то они как заскрепели. Да. Андрей-то тогда сказал им про все их голубые происки. Так там молитвы начали составлять монахи против него. Тут так, что тут... Ясно дело. За меня многие молятся. Я думаю, что я им недоступен сегодня. Господь меня хранит, и ангел будет на молитвы. Может быть, написать Евангелие от Матфея, 10 глава, и здесь достаточно... Да, скопировать вот эту первую, не написать. Копируй. А куда тебе нет-то? Чтобы какая-то у тебя была в Ворде открыта страница. Вот так, вот смотрите, вот комментарий на толкование Феофилакта на... Не надо, не надо, не надо ничего трогать. Не трогай, не надо. Послушай меня. Так, Матфея, 10 глава. Нет, не надо, это внизу подписывать. Подписывать. Тут ошибки будут. Ты не знаешь последнее, что записать. Ты вот эту только цифру, и это карандашиком. Матфея, 10, и дальше тире, и с чем закончится вот эта 4 глава. Ты что-то тут это, не знаю... Ничего трогать не надо, у тебя всё как надо. И внизу я буду показывать... И люди видят первое, как комментарий там внизу. Сейчас 4, Матфея, 10, а закончится там 12 главой где-то. Мне вот эту последнюю цифру пиши. Потому что я тут не слежу, ухожу. Лучше 2 главы... Вот это первое напиши, первое это, и сразу второе, когда закончишь. Черпи. Тут не трудно. Больше ничего тут не дописывай, не надо это. Чего у меня запрыгало-то тут опять? Ну, ты видел там этот... Вячеслав уже сделал, какая будет картинка, всё как надо. Мы его вместе с ним обсуждали. Так, грамотно и есть. Почему у меня вот это вот запрыгало-то? Ладно, продолжаем. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Правильно это было бы, если бы Оля записывала. Так. Комментарии на толкование. Сейчас я скажу. Сестра Оля, ты вот что делай. Это тебе, бери бумагу, карандаш и записывай. Сейчас четвёртая. Матфея такая, так когда кончит, последняя, ты его и выпиши. А чтобы не ошибиться, предпоследнее уже всё время записывай. А потом последнюю вычисли и поставь. Ему трудно, он сбивается. Возьми бумагу-то, и всё у тебя получится. А потом перепишешь, и мне скинешь. Всё, Сергей Павлович, додумались, давай. Ну, и мне скидывай в скайпе, чтобы я сразу уже, когда ролики будут закачивать, чтобы в оглавлении уже вот это буду и писать. Комментарии, часть четвёртая, Матфея, 10. Не, не, не надо, Сергей, не надо, потому что картинку портить нельзя. А писать больше негде. Я буду внизу подписывать комментарии, как бы. Я про название говорю. Мне же тоже нужно название ролика-то. А ты, а общее название идёт? Внизу подказано. Внизу название, я буду вам писать. Ты сейчас, смотри как. В самом названии ролика, я говорю. Нужно, нужно будет. Общее название там дано уже. Общее название в картинке дано. А содержание внизу... Наименование файла. Мы же все файлы именуем. Мы будем внизу показывать. Будет писать вот это вот. Чтобы человек, когда искал, в названии файла вот это вот нужно писать. Начало и конец. Я говорю, не надо, я буду писать. Ты делай то, что есть. Ты и так тут путаешь. Тебя это сбивать будет. Ничего не надо. Только сейчас четвёртый, пятый. Вот это держи. А писать Матфея чем закончат, сестра Ольга будет делать. Всё, давай вперёд. Не трогай ничего. Нет, я же тоже выставляю на своём канале. И тоже будут люди искать. Так что, Ольга, мне тоже тогда дай. Я просто прошу. Ты начнёшь снимать с нашего, когда начнём ставить. Ты раньше не ставь. И тогда ты готово скопируешь и вставишь. Слушайся. Я говорю, послушай, ты не послушайся, путаница будет опять. Пожалуйста. Да, послушайся, не пойму. Если все одинаковые будут, как мы запутаемся? Проходят через страдания, болячки эти. Переворачиваются. Всё, что-то сказал. Ольга будет делать. Всё, больше ничего не надо. Картинку портит начнёшь. Я ставить не буду. Те картинки-то он заполнил этими надписями-то. И ни картинки, ничего не видать. А надпись-то внизу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Комментарии на толкование Феофилакта. Игнатий Лапкин. Часть 4. Толкование на Матфея 10.34-36. Меч означает слово веры, которое отсекает нас от образа жизни домашних и сродников наших, когда они препятствуют нам в деле богопочитания. Толкование на Матфея 11.4-6. Под благовествующими нищими разумеет или проповедовавших, проповедавших тогда Евангелие, то есть апостолов, которые, как рыбаки, действительно были нищие, презираемы за свою простоту, или тех нищих, которые слушали Евангелие, желая получить сведения о вечных благах, и, будучи нищи добрыми делами, обогащались верою и благодатью евангельского благовестия. Комментарий Игнатия Латкина. Любовь включает в себя две основные заповеди. Это две скрижали, два крыла к небу. Если человек сам познал истину, путь спасения, как он может удержать в себе эту радость? То, что сегодня пастыри к этому не призывают, и паства об этом не тоскует и не имеет в этом нужды, чтобы трудиться на поприще евангельского благовестия, говорит о невозрожденности пастырей и пасумных, о их теплохладности, о пребывании в смерти. Деяние 1.8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Евангелие Атеана 16.13 «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Там, где Дух Господень, там свобода во Христе, проповедь любви и о любимом. Он является темой всех разговоров. Нужно всегда помнить, что этот мир наполнен темными духовными силами, поставившими пред собой задачу во всем противиться повелениям Божьим и ставить преграды к притворению в жизнь заветов Христа. И особенно змей заботятся о том, чтобы не рождались души, чтобы им никто не исповедал Иисуса Победителя. И это учение о молчании, о неисповедании Иисуса, о неблаговестии есть от дьявола, от красного дракона». Откровение 12.4. «Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Римлянам 8.9. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Дух Христов всегда побуждал пророков и апостолов на свидетельство о Слове Божьем. Дух Христов в человеке или иной Дух темный, злой, адский, это можно узнать по отношению человека к проповеди, к исповеданию Иисуса. 1 Иоанна 4.2. Духа Божия и Духа заблуждения «Узнавайте так. Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». 1 Иоанна 4.3. «А всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это Дух Антихриста, о Котором вы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире». Толкование на Матфея 11.28.30. «Всех сих Христос призывает к успокоению, ибо что за труд уверовать, исповедать и креститься?» Комментарий Игнатия Лавкина. Иго Христа – это иго любви. Возрожденная от Духа Божия, искупленная Иисусом душа, подобно Марии Магдалине, подобно невесте в песне песней, успокоения даже среди огненных испытаний, она находит в себе только свидетельствуя о женихе своем. Исповедать Иисуса в этом мире – это радостный, животворящий труд, свободный во Христе, облагороженной, деятельной, обновленной души. «Это иго они с радостью несут на свободе и в узах, и этим они вдохновляются и переходят от силы в силу». Псалом 91.15. «Они из старости плодовитые, сочны и свежи». Псалом 103.33. «Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть». Толкование на Матфея 12.2.5 часто напоминает им «не читали ли», обличая таким образом тот суетный труд их, что они читают, не разумея читаемого. Комментарий Игнатия Лапкина. «Горе человеку ненаученному, он как слепой без поводыря, выводя апостола Петра на вселенскую проповедь, Господь поручает ему агнцев и овец, новоначальных и уже укрепленных, читать Писание и не понимать его – это даже для благородного человека томительно, не спасительно и может стать смертельным, как для евнуха, не встретя он с диаконом Филиппом». В Церкви Христовой Бог поставил апостолов, пророков и учителей. Если апостолы прошли в Первом веке, пророки встречаются пугающе редко и очень часто оказываются лже-пророками, то учителя с Первого и до Последнего дня Церкви Христовой будут востребованы в самом большом количестве на каждом шагу. «Это те самые делатели, о которых заповедано молиться. Святые отцы Вселенской Церкви истолковали Священное Писание всё, и нам его нужно, как драгоценное наследие, знать и исполнять. Наиболее современное толкование Евангелия, дошедшее до нас, приближенное к нашим дням, написанное на родном русском языке, это толкование вышинского епископа Феофана. Грубовато крестьянское, без всякой изысканности и утончённости, оно каждым словом врезается в память. Благословенные персты, писавшие истолкование Священного Писания. Знание Писания и истинное разумение Его, то есть толкование, помогает сохраниться от ереси, бороться с ними и пленять еретиков в послушание Христовой Церкви. Ложивые истолкователи Израиля так исказили истинный смысл Писания, что в сознании народа образ обещанного Богом Мессии был совсем не похож на того, кто родился от Дивы Марии. Иван говорит, Иоанна 1.11 «Пришёл к своим, и свои его не приняли». Тысячи ересей, не похожих друг на друга, имеют обоснование своим заблуждением на странице Библии тогда, когда нет истинного разумения, истинного толкования. Толкование на Матфея 12.7.8 «Обличает их и укоряет в невежестве за неразумение Писаний пророческих. Между тем, как учители поучают народ и стараются принести многим пользу, некоторые, подобно фарисеям, завидуют и досадуют». Комментарий Игнатия Лапкина. Иоанн Златоуст говорит, что дом, в котором есть Библия, делается недоступным для дьявола. Имея в виду то, что живущие в доме живут согласно написанного в Библии. 2 Петра 1.21 «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Дать правильное толкование Священного Писания может только Дух Святой, как автор Библии. И только Дух Святой может раскрыть разум для принятия истинного смысла Писания». Лука 24.45 «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. Могли ли иудеи, включаясь в закону Божию с самого юного возраста, познать во Христе обещанного Моисеем пророка? Ефрем Сирин, говоря об Антихристе, говорит, что «Живущие свято узнают его, тем более живущие свято потянутся к Господу, как сродственные ему». Что мы и видим на апостолах. Они многократно слышали толкование о пришествии Ильи, не доумевали наслышанные слова Христа. Но Господь говорил всего лишь несколько слов разъяснения, и всё их прежнее научение от фарисеев исчезало навсегда». Такая ситуация сложилась сегодня в Православной Церкви относительно крещения и многого другого. Согласно канонам Церкви, самой Библии, творения святых отцов, житий святых, крещения, есть полное погружение, сокрытие в воде, как в могиле. Есть священники, которые поверили в эту истину, но большинство из них продолжает повторять, что и мочение мокрой ладонью головы тоже считается закрещением. И что таких некрещеных нужно считать крещеными? Это не повреждение ума, а иной дух, противный духу Православной Церкви, противный духу Вселенских Соборов, противный очевидной истине. Толкование на Матфея 12, 43-45. А ты разумей еще вот что. Посредством крещения нечистый дух изгоняется и брудит по безводным местам и душам некрещенным, но в них не находит покоя. Комментарий Игнатия Латкина. В крещении, принятом по вере, человек получает прощение грехов. Деяние 22, 16. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Он облекается во Христа, получает белоснежную одежду брачную. Галатам 3, 27. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеглись. Но речь идет не о механическом крещении, хотя бы и с троекратным погружением, но принятым глубоко сознательно, с искренним раскаянием в прежней греховной жизни. Деяние 2, 38. Когда разум, совесть, очищены Словом Божьим через принятие Его и исполнение. Ивана 15, 3. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам. Сегодня в подавляющем большинстве православных храмов старого или нового обряда в России или за границей к крещению подходят не как к завершающему моменту в обращении из язычников в христианина, но подходят как язычники к своему шаману. Что-то невнятное будет прочитано, какие-то непонятные действия, движения батюшки, одетого в особую одежду. Без веры этот ритуал для человека ничем в его сознании не отличается, как таинство для дикого тунгуса. К крещению подходят как к языческому оберегу от несчастного случая, от порчи. Правильное понимание крещения – это мысль Духа Святого, отображенная в Библии. В крещении человек омывается, освящается от грехов именем Иисуса Христа и Святой Троицы. 1 Коринфянам 6.11 И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Только при истинном крещении человек получает очищение от нечистой силы при полном отречении от нее и хранением себя в заповедях Божьих. В противном случае, если человек приходит к окрещению совершенно неподготовленным и не думает менять свою жизнь, начав жить по Слову Божию, тогда в нем не происходит никакого изменения и никакого очищения от злого Духа. В житии Святого Макария Александрийского память 19 января написано, что во время богослужения, во время самой Божественной Литургии в храме присутствуют демоны и сам Сатана и даже становится на место настоятеля. И страшно сказать, когда все видят, как священник подает причастие причастникам, в действительности же оказывается, что злые духи эфиопы вкладывают в уста этого причастника адский уголь. 1 Коринфянам 11, 27, 30. «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Если такое совершается в таком страшном таинстве, значит, это может совершаться и в любом другом, когда люди не судят сами себя и недостойно подходят к таинству. Согласно этого видения и того, что открыто было Симеону Юродиуму, Макарию Египетскому и Антонио Великому, подобное может состояться с любым, кто недостойно приступает к таинствам, причащению, крещению и другим. Всюду, где встречается упоминание о крещении, причащении и о благотворном действии этих таинств на человека, всюду имеется в виду только то, что человек приступает с полной верой, со страхом, раскаянием и в чистоте, не возвращаясь к прежним грехам. Толкование на Матфея 13, 31-32 Горчичное зерно означает проповедь и апостолов, которые объяли всю Вселенную, хотя их было и немного, так что на них почивают птицы небесные, то есть те, которые имеют легкий и парящий в высоту ум. Толкование на Матфея 13, 33 Некоторые под закваску разумеют проповедь. Под тремя мерами три силы души – познавательную, чувствовательную и желательную, а под женою душу, которая, скрывши проповедь во всех своих силах, смешивается таким образом с нею, заквашивается и освещается от нее. Комментарий Игнатия Лапкина Говоря о проповеди Евангелия, Иоанн Златоуст постоянно повторял, что он один ничего не успеет, если его прихожане, его слушатели не понесут дальше то, что они слышали в храме. Он умолял быть проповедниками всех, до последней женщины, до последнего раба. Он говорил, «Посмотрите, как двенадцать апостолов сумели заквасить, охватить проповедью всю вселенную. Признайтесь же, насколько худы мы, что если нас так много в одном городе, и город все еще ведет себя как языческий». И указывал, например, проповеди апостолов, которые объяли всю вселенную. Перенося события из Константинополя в Россию, мы можем сказать, что проповедь Евангелия в России не стояла никогда на первом месте. Такую задачу не ставили ни патриархи, ни архиереи, ни священники. Перед революцией 1917 года в России было 1275 монастырей и 57 тысяч храмов. И оказалось, что это огромное силище умышленно закупоривалось в монастырские стены. Эта закваска не попадала в мир, и этот мир был заквашен другой закваской, безбожной агитацией людоедов. Сегодняшняя ситуация полностью, до мельчайших деталей, повторяет то время в России перед великой катастрофой. Патриарх проезжает по России в 2002 году в рождественской своей речи, говоря о духовном состоянии России и Церкви на первое место ставит строительство храмов как признак возрождения духовности. Все же сектанты, самые экзотические ретики, пытаются подражать апостолам в деле проповеди. Делом проповеди в мире занимаются все, кроме православных. Православие заквашивается только строительством храмов, и исповедью, и причастием, и стремлением к власти. Мы же должны проникнуться до глубины сердца этой самой короткой притчи Христа о трех мерах муки, уши, сердца, руки. Услышал, поверил, исполнил. Без проповеди Евангелия, без первой меры муки все остальное остается в прежнем состоянии. Мы должны учиться, воспитываясь на страницах Священного Писания и подражать апостолам, которые с проповедью Евангелия обретали всю Вселенную, как на крыльях, чтобы и наша проповедь, как и проповедь апостолов, объяла всю Вселенную. Толкование на Матфея 13.44 Поле, мир, сокровище, проповедание веры и познание о Христе Комментарий Игнатия Латкина Когда проповедь и частное собеседование были устранены, то о нравственности прихожан пришлось забыть. Церковь перестала отличаться от мира. Проповедь Евангелия, веры Христовой Вот основное оружие в правой и левой руке благовестника. То есть Библию он держит раскрытой двумя руками. Одной руку ее не раскроешь. 2 Коринфянам 6.7 Слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке. Еще на подходе к званию пастыря, священника, архиерей обязан совершенно точно знать кандидата и ни в коем случае не допускать до этого поста безгласного, безязыкового, пусть даже и высоконравственного. Главное оружие проповедника – это язык, чтобы он был как трость скорописца. Псалом 44.2 Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость скоропис. Если в церкви нет проповеди, она обречена на вымирание, на бесплодие, полное вырождение. Прихожане превращаются в суеверных, темных и злобных, завистливых и скупых. Где нет евангельской проповеди, там тлен и смрад, невежество и тупость. Где нет проповеди, там извращенные мысли, настоящее мракобесие. Только слово Господне, вложенное во внимательные уши благословенным языком проповедника, рождает истинных чад в церкви сынов и дочерей Нева. Римлянам 10.17 Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10.15 И как проповедовать, если не будут посланы, как написано. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Толкование на Матфея 13.45-46 И как обладающий жемчугом и часто держащий его в руке, сам знает, каким владеет богатством, а другие не знают, так и проповедь истинной веры сокрыта бывает от нерадимых и не хотящих искать ее. Комментарий Игнатия Лапкина Чтобы люди искали этот жемчуг, истинную веру, необходимо проповедь, живое слово. И одна часть семени все же должна дать плод, хотя три части могут погибнуть. Земля должна жаждать этого семени. Даже самая вдохновенная проповедь апостола оставляла бесчувственными многих его слушателей. Принять или не принять проповедь, искать или не искать жемчужину, Бог положил в произволение каждого человека. Людей нужно приучать к Слову Божию, установить его авторитет в первую очередь для самого проповедующего. Слова проповедника должны быть исполнены глубокой верой. Если человек не знает, что именно на этом поле, в этом месте зарыта жемчужина, то как он может приобретать это поле и тратиться в пустую? Для каждого человека в Священном Писании есть какой-то ключевой золотой стих, через который Господь найдет его. Проповедующий должен молиться, чтобы Бог открыл, позволил нащупать это уязвимое место, через которое душа раскроется навстречу Иисусу, как это было у блаженного Августина, и святой Евдокии. «Проповедник должен знать Священное Писание почти наизусть и каждому человеку указать, где зарыта его жемчужина». Комментарий Игнатия Лавкина на Матфея 14, 3-4 Иоанн Златоуст, пользуясь этим местом Священного Писания о бесстрашии Иоанна Крестителя, обличающего тирана, говорит, что и ты можешь стать мучеником, пойди и обречи беззаконника, стоящего у власти. Как пророк, предтеча, не мог не знать характер Ирода, и вряд ли он надеялся на то, что деспот примет от него обличение и наставление. Но он пошел и лишился своей головы. Подобное случалось в истории Церкви Христовой не раз. Мы можем в этом ряду увидеть, что увидеть и мы узнаем героев веры, обличающих, стоящих у власти. Иоанн Златоуст, Максим Исповедник, Феодор Студит, Исаакий Далманский, Метрополит Филипп и другие. Почему же нынешнее церковное правление патриархии не заботится о нравственности населения? Когда правители беззаконничают, никем не обличаемые, то ниже стоящие у власти и простой народ развращаются, привыкнув думать, что беззаконие не наказуемо. Вот недавний случай, о котором теперь знает практически весь мир. Как утверждают СМИ, вот что случилось с нынешним патриархом Алексием Вторым. Патриарха Алексия потрясло видение Феодосия Печарского. 28 октября у патриарха Всеруссии Алексия Второго случился сердечный приступ. Врачи также подозревали микроинсульт. Ему стало плохо во время архипастерской повестки в Астрахамскую и партию. Врачи успели оказать ему квалифицированную помощь и во вторник больного перевезли в Москву в ЦКВ. Представители СМИ моментально связали болезнь патриарха с переживаниями последних трагических событий в Москве. Однако мало кто знает, что в действительности послужило причиной удара. Информация о том, что на самом деле произошло в Астрахани с патриархом, пришла к нам из конфиденциального источника в окружении Алексия. Возможно, эти сведения прольют свет на истинные причины внезапного недомогания Алексия. Но кто в самом деле из знающих хладнокровность патриарха поверит в официальную версию? Вспомним, когда расстреливали Белый долг в 1993 году. Редигер это перенес вполне спокойно, да и другие не менее драматические события он переживал совершенно безмятежно. В этот же раз, по словам нашего источника, истинной причиной приступа стало некое видение, посетившее и потрясшее патриарха. В том, что увидел Алексий, перед тем, как с ним случился удар, он признался нескольким лицам, окружавшим его, вскоре после видения, за несколько часов, перед тем, как состояние его здоровья стало резко ухудшаться. При этом более всего патриарха поразил сам сверхъестественный факт, ибо, как утверждает источник, Алексий, несмотря на свой высокий церковный санк, воспринимает религию скорее как традицию и ритуал, нежели на самом деле хоть во что-то верит. Однако в видении, неожиданно посетивший патриарха, явился некий благообразный старец в монашеском идеянии, назвавший себя игуменом Феодосием Печерским, как известно, этот настоятель Киева-Печерского монастыря, живший в XI веке и стоявший у истоков православенной Руси, еще при жизни почитался верующими как чудотворец, а после смерти был признан святым. Святой Феодосий стоял прямо перед патриархом. В его светлых проразительных глазах не было гнева, но был заметен жестокий укор. Алексий передал дословно то, что он услышал от старца Игумена. Цитата. «Отпали от Бога, ты и многие братья твои и к дьяволу припали», произнес святой. «И правители Руси, не правители уж суть, а кривители, и церковь потворствует им, и не стоять вам по правую руку от Христа, и жаждет, и ждет вас мука огненная. Скрежет зубовный, страдания бесконечные, ащи не ополнитесь окаянные». «Милость Господа нашего безгранична, но слишком долг для вас путь к спасению через искупление бесчисленных грехов ваших, а час ответа близок». После этих слов видение исчезло, оставив совершенно оцепеневшего Редигера, который никогда ничего подобного не испытывал, более того, всегда со скептицизмом относился к сообщениям о всякого рода чудесах. Вскоре после этого патриарху сделалось плохо. Те, кто оказывал ему первую помощь, утверждают, что больной едва слышно шептал «Не может быть! Не может быть!» Официальный диагноз, который поставили врачи в больнице, звучал «Гипертонический криз с элементами динамического нарушения мозгового кровообращения». Перед самым критическим обострением состоял нездоровье. Алексий рассказывал о своем видении, пребывая в состоянии крайней подавленности. По версии источника, позже, немного придя в себя, патриарх заявил, что где у него были галлюцинации. Однако то, что он перед этим рассказывал о явлении Феодосия, нескольким людям свидетельствовало, что растерявшийся Алексий пытался найти опору в ком-то в минуту глубокого душевного оцепенения, в которое его ввергли слова Феодосия. По мнению источника, Алексий никогда не расскажет о видении никому более. Тем не менее, слова о том, что это был Феодосий Печерский, полузабытый святой русской православной церкви, и другие детали, а также потрясения, которые испытал патриарх, говорят о том, что такой факт был. Конец цитаты. Обратим внимание на то, что святой говорил о потворстве церкви грехам правителя Руси, которых он именует кривителями. Иными словами, речь идет о тесной связи государственной и духовной власти в россияне. Отметим также, что и сама судьба Редигера каким-то мистическим образом связана с нынешней политической системой. Он был возведен сам патриарха в конце перестройки, когда уже формировались очертания современной абсурдной россиянии. Когда Борис Ельцин уже вовсю заявил свои претензии на верховную власть. Патриарх жил вместе с режимом, возвышая вместе с его утверждением, а в самые критические для него моменты выступал как опора режима. Именно так было, например, в начале осени 1993 года, когда россиянская власть, казалось бы, держалась на волоске. Так не связана ли и нынешняя болезнь патриарха с очередным тяжелым для политической системы периодом? Как представляется, связь церкви и государства действительно носит мистический характер. Но от Бога ли она исходит в нынешней России? Агентство русской информации www.3wari.ru Это сообщение может быть истинным. Тогда остается только один вопрос. Почему это видение так запоздало явилось? И почему не была предложена речь преподобного Феодосия? По смыслу видений, какие были святым, здесь обязательно должны были звучать слова, которые слышали всегда святые, такие как Серафим Саровский, что не просто отступили от Бога, но именно от Слова Его и Слово Божие заменили своими вымыслями? Или патриарх Редик Роздов не досказал виденное видение? Если же этого видения не было, его просто придумали, сфабриковали не другие патриарха и православные церкви, то фабрикация сия более похожа на правду, чем сама правда. Неужели сам патриарх и сотоварищи не видят, во что превратилась организация, которой они столько лет руководят, которую называют православной церковью и московской патриархией? Абсолютное полное обмерщение, и нигде ни в чем церковь и мир не отличаются. Василий же Великий утверждает, что у верующих все иное, не только духовная жизнь, но и одежда, и еда, и походка. Настолько иное и так отличается, как овца от волка, как голубь от ястреба. Неужели действительно Бог не может найти свободного в нашей жизни времени, не заваленного грехами места жизни, через которое Он мог бы достучаться до нас и вынужден обращаться к нам только через видение и сновидение? Слово Божие предвидело это, побуждая во все дни и во все века искать связи с Богом, откровения от Него только через Слово Его и через молитву. Иеремия 23-28 Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, то пусть говорит слово мое верно. Что общего у Микины с чистым зерном, говорит Господь. Сегодня мы получаем сведения об одном видении якобы бывшим патриарху. Но завтра совершенно образных видений будут тысячи, и все они будут подтверждаться и мироточением, и нетлением, и благоуханием, и все они могут быть от дьявола. Дух лжи наполняет не только этот мир, но и те места, где возносятся молитвы к Богу. Этот дух умеет вызывать доверие к себе, и этот дух находит поддержку и отклик от придержащих эту мирскую власть. Третья книга царств, 22-20-23. И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в рамофе голаатском? И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, стал прилицем Господа и сказал, Я склоню его. И сказал ему Господь, Чем? Он сказал, Я войду и сделаюсь духом лжи в устах всех пророков его. Господь сказал, Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь духа лживого в устах всех сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И Рим 5.31 Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? И Рим 6.13 И от малого до большого каждый из них предан корости, и от пророка до священника все действуют лживо. И Рим 23.11 И пророк и священник лицемеры, даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Мехея 3.11 Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Сафония 3.4 Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон. Человек, который любит Библию и читает ее, как Слово Божие, в этом видении патриарха ничего нового для себя не найдет, ибо Слово Божие постоянно говорит об этом. Любите Библию, которая даст в миллионы крат больше, чем любое видение. Господь близко. Описание этого случая с патриархом бывшего или небывшего дает надежду на то, что Бог сохранил неведомый нам остаток тех людей, которые не согласны с тем, что вытворяют деятели лжеправославия под вывеском московской патриархии. Конец четвертой части. Спаси Христос на сегодня все с Богом отошел патриархии.